Вы отдыхаете в своем саду, потягивая напиток со льдом и прикрыв глаза от удовольствия. Вдруг со стороны леса до вас доносится шум. Наверное, это кролики. Вот только шум громче обычного. Намного громче. Вы вскакиваете с шезлонго разбив напиток. Это наименьший из проблем, и вы отчаянно надеетесь, что это какой-то оптический обман зрения. Если бы. В вашем саду стоит тираннозавр. Из кинофильмов вы помните, что нужно оставаться неподвижным, потому что тираннозавры могут видеть только то, что движется. Правда? А знаете, лучше бегите. И пока вы это делаете, мы расскажем вам, что вас обманывают. И на самом деле у тираннозавров просто невероятное зрение. А еще они огромны. В Канаде были найдены окаменелости самого большого из всех известных тираннозавров. В высоту он достигал трех с половиной метров и весил более 8600 килограммов. Этого динозавра ласково прозвали Скотти. Но какое отношение размер имеет к зрению? Такое, что у них были огромные глазные яблоки. Один из самых больших скелетов тираннозавра принадлежит прекрасной леди по имени Сью. Сейчас скелет находится в Филдовском музее естественной истории в Чикаго. Глазницы Сью в диаметре достигали 10 сантиметров. То есть ее глазные яблоки были больше 8 сантиметров. Больше теннисного мяча. С такими глазными яблоками зрение должно быть потрясающим. И эти глазищи находились на высоте 3,5 метра над землей. Это как если бы у тираннозавра вместо глаз был бинокль. Интересно, есть ли название у этого типа зрения? Да, это называется бинокулярным зрением. И позволяет животным четко видеть трехмерные объекты, даже если они неподвижны или замаскированы. Как будто мало того факта, что эти гигантские монстры были настоящими ходячими разрушителями. Им здорово подыграла эволюция. На протяжении тысячелетий их глазные яблоки увеличивались, а форма морды постепенно менялась. В результате морда стала более тонкой, чтобы обеспечить лучший обзор. Что касается зрения, тираннозавры были созданы для того, чтобы стать королями и королевами, настоящими правителями своего времени. Как думаете, есть ли еще какой-нибудь вид, чьи представители могли бы замахнуться на такой статус? Видимо, это люди. Поэтому естественно, что мы задаемся вопросом, как наше зрение соотносится со зрением динозавров-тераподов, которым принадлежали тираннозавры. Название терапод означает «звериные лапы». Это еще один повод не замирать на месте. Зрение тираннозавра было настолько острым, что позволяло видеть и различать объекты на расстоянии более 6 километров. Мы, удивительные люди, не видим дальше полутора километров. Не то чтобы эта информация призвана вас напугать, но знаете, что во всем этом самое неприятное. Несмотря на свои огромные размеры, тираннозавр, скорее всего, заметил бы вас намного раньше, чем вы его. Давайте воспользуемся зрением более глазастых существ, чем люди, чтобы сравнить их с тираннозавром и подправить наш рейтинг монстров. Как насчет короля суши и королевы океана, льва и акулы? Подобная теория о том, что тираннозавры не могут видеть неподвижные объекты, теория о том, что львы не различают цвета, неверна. Да, в их глазах не так много рецепторных клеток, известных как колбочки. Они отвечают за распознавание цветов. Но у львов они есть. Большие кошки-недальтоники. И хотя днем они видят не так хорошо, как тираннозавры и даже люди, ночью ситуация в корне меняется. У львов намного больше светочувствительных клеток, которые отвечают за черно-белое зрение. Это означает, что лев обладает очень мощным ночным зрением по сравнению с человеком. А по сравнению с тираннозавром, исследователи измерили костный круг, известный как склеротическое кольцо, в глазу этого динозавра. Затем они сравнили его с размером глазниц у 164 ныне живущих ящериц и птиц и с 33 окаменелостями других динозавров. И пришли к выводу, что тираннозавры обладали отличным ночным зрением. Добавьте это к тому факту, что дневное зрение тираннозавра было превосходным. А что насчет акулы? Под водой акула видит в 10 раз лучше человека. Все благодаря особенности глаз, известной как топетум. Она позволяет очень хорошо видеть в условиях низкой освещенности глубоких или мутных вод. Ложный слух о том, что львы могут видеть только черные и белые, на самом деле применим к акуле. Плюс к тому акула может видеть лишь на 15 метров. Учитывая, что у тираннозавра нет таких ограничений и что акулы в ближайшее время в саду не появятся, тираннозавр остается самым страшным монстром. Кстати, исследователи полагают, что он искусно плавал и любил подолгу погружаться в воду. Как думаете, есть ли какое-то могущественное существо, которым можно сравнить тираннозавра, кроме льва или акулы? Как насчет гориллы? Считается, что гориллы обладают хорошим зрением, которое они используют для поиска пищи и чтобы улавливать движения потенциальных противников. А еще они прекрасно различают цвета, что помогает замечать созревшие плоды на верхушках деревьев. Как и у всех других приматов, у горилл есть глаза, которые смотрят вперед, а не по одному с каждой стороны головы. Это значит, что поле зрения каждого глаза перекрывается полем зрения другого, создавая трехмерное изображение. Звучит знакомо? Да. Гориллы тоже обладают бинокулярным зрением. Они могут точно оценивать расстояние, глубину и маневрировать в сложной среде вроде джунглей. У горилл есть особая область глаза, называемая ямкой. Она содержит много светочувствительных клеток и обеспечивает остроту зрения. Зрение, безусловно, является сильной стороной горилл, в отличие от обезьян поменьше, которые в основном полагаются на обоняние. Итак, все это время вы бежали от тираннозавра, который вдруг появился у вас в саду. А вы не думали, что он гонится за вами не для того, чтобы съесть? Быть может, он просто хочет, чтобы его погладили по голове или по животу, как собаку? Вы уверены, что тираннозавр и правда был высшим охотником и самым страшным хищником, каким мы его изобразили? Мы знаем, что он был мясоедом, но что, если он питался объедками, которые оставляли другие динозавры? Вряд ли ему нужно гладить живот, и лучше вам не останавливаться, чтобы это проверить. Несмотря на споры в прошлом, сейчас ученые уверены, что тираннозавры были опасными хищниками. И главная причина заключается в зрении, которое мы обсуждали. Зачем нужно видеть так далеко и обладать отличным ночным зрением, если не для охоты? Было бы неуважением королю динозавров считать, что это крутое зрение он использовал для защиты. Вы когда-нибудь слышали поговорку «глаз, как у орла»? Вариант «глаз, как у тираннозавра» подходит больше, ведь его зрение было лучше, чем у птицы. Многие хищные птицы, орлы и соколы тоже обладают бинокулярным зрением, которое помогает им охотиться. А вы знаете, от какого семейства плотоядных динозавров произошли эти птицы? Конечно, от того же, к которому принадлежал тираннозавр – от тироподов. Теперь-то вы больше никогда не застынете на месте, если наткнетесь на тираннозавра.